Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. 27 мая с Terra Luna произойдут какие-то большие вещи. Мы видим, что цена Terra уже начинает на это реагировать. Также сегодня я тебе дам два обновления от DockWon и генерального директора Binance касаемо Terra Luna и USD. Если ты впервые на этом канале и тебя интересует тема криптовалюты, в частности Terra Luna, почему бы не подписаться и не поставить лайк? Здесь мы каждый день говорим о криптовалюте. Большое спасибо за твою поддержку. Начнем с того, что на графике цена Terra Luna переживает несколько бычьих моментов. А все потому, что трейдеры ожидают 27 мая 2022 года. Почему эта дата так важна для Terra Luna? У меня есть большое обновление по поводу голосования за план спасения Terra Luna. Некоторые называют этот план превращением Terra Luna 1.0 в Terra Luna 2.0. По аналогии с Ethereum Classic. Чтобы этот план был принят, за него должны проголосовать 175 миллионов раз. На данный момент это почти 150 миллионов. Некоторым это не нравится, но реальность в том, что кажется, принятие этого плана неизбежно. И нас таки ожидает Terra Luna 2.0. И 27 мая мы об этом узнаем наверняка. Большинство крупных разработчиков экосистемы Terra Luna голосует за форк, снэпшот и арт-дроп Terra Luna 2.0. Это очень важно для всех холдеров Terra. Кроме этого, генеральный директор Binance выступил с обновлением по ситуации Terra Luna и USD у себя в блоге. В этой статье он поделился более глубокими соображениями, в том числе и ответом на вопрос, почему Binance возобновил торговлю Terra Luna, несмотря на ее коллапс. Он также объяснил, почему попытка сохранить паритет USD и доллара США потерпела крах. По его словам, команда Terra слишком промедлилась с использованием своих резервов для сохранения этого паритета. Весь этот инцидент мог бы и не случиться, если бы Terra использовала свои резервы при падении USD до 5%. Но когда монета потеряла 99% стоимости, использование 3 миллиардов долларов резерва, конечно же, не помогло. Генеральный директор Binance имеет в виду, что у Terra были большие шансы спасти свои проекты, если бы они начали использовать свои резервы вовремя, когда USD упал до 90 центов. Это бы удержало USD от перехода в спираль смерти, а множество USD-депозитов не было бы продано в Анкоре. К сожалению, они начали использовать свои резервы слишком поздно, когда волна паники заставила людей буквально миллиардами выводить капиталы из USD и Terra Luna. Это очень критический и болезненный урок для Terra Luna, который должны принять во внимание остальные криптовалютные проекты. Но вернемся к 27 мая 2022 года. Это важная дата, которая определит все будущее Terra Luna. Скорее всего, в этот день форк Terra Luna станет неизбежен по результатам голосования. И многие инвесторы верят в это, судя по тому, что цена Луны начала расти и за сегодня выросла в два раза. Я читал комментарии в прошлом видео о Terra Luna и нашел несколько вопросов о том, кто же получит токены после форка и ардропа Luna 2.0. Что ж, я нашел ответ на этот вопрос. Во-первых, в айрдропе будут участвовать холдеры, которые держали Луну до коллапса USD и Terra Luna. Они получат 35% всех токенов, которые будут выделены для айрдропа. До коллапса, по словам доквона, это до 7 мая 2022 года. То есть, если ты держал токены Luna или USD до 7 мая 2022 года, ты получишь токены Luna 2.0. Интересно то, как будут раздавать эти токены. Для кошельков с балансом менее 10 тысяч токенов Луны, новую Luna 2.0 раздадут так. 30% всего количества с самого начала, затем перерыв в полгода, после чего начнется раздача оставшихся 70% токенов на протяжении двух лет. Также айрдроп получат холдеры USD, которые также держали монеты USD до 7 мая 2022 года. На их долю выпадет 10% от выделенных на айрдроп токенов Luna 2.0, которые, кстати, уже называют Luna Classic по аналогии с эфириумом Classic. Люди, которые покупали Terra Luna и USD после коллапса или во время коллапса, наверняка уже напряглись. Не переживайте, вам тоже достанется. Инвесторы, которые покупали и холдили токены Luna после атаки, получат 10% от всего айрдропа, а холдеры USD, которые купили его после атаки, получат 15% токенов Luna 2.0. При этом сам USD перестанет существовать. Снэпшот холдеров, которые держали Luna и USD до атаки, заденет пользователей до 7 мая 2022 года. Снэпшот холдеров, которые купили Luna и USD после атаки, заденет пользователей до 27 мая 2022 года. Собственно, поэтому курс и растет. Люди в преддверии 27 мая покупают Luna, чтобы получить Luna Classic. Тех, кто купил Luna после 27 мая, айрдроп уже не заденет. Закономерный вопрос, который возникает, а не случится ли распродажа токенов Luna 1.0 27 мая 2022 года. Я думаю, что как только случится снэпшот и айрдроп новых токенов Luna 2.0, мы обязательно увидим падение цены Luna 1.0. Мы видели что-то подобное с XXXRP в день снэпшота Flare Spark, если ты помнишь. Но сейчас я буду держать свои луны, чтобы получить Luna Classic. Затем продам первую версию токенов, если такая возможность вообще будет. Это мой план. Надеюсь, что это позволит мне компенсировать хотя бы часть своих потерь от коллапса Луны. А расскажи, что ты будешь делать со своими токенами Luna 1.0 и Luna 2.0 в комментариях. Какой твой план? Мне будет интересно почитать. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграмм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!